Вы заинтересованы в том, чтобы начать карьеру в кипербезопасности, но не знаете, как правильно стартовать? В этом видео я с высоты десятилетнего опыта предоставлю подробное руководство, с чего лучше всего начать свой путь в области кипербеза. Я разделю это видео на две части. В первой поговорим про hard skills, а во второй я дам вам несколько неочевидных советов по построению карьеры в ИБ, которые известны только бывалым. Погнали! Первое, что вы должны сделать для своего становления в качестве специалиста в области кипербезопасности, это создать благоприятные условия для собственного развития. Для формирования привычки начните с чтения новостей про массовые атаки и подпишитесь на тематические ютуб-каналы. Так вы сможете потреблять правильный материал, находясь в дороге и перед отходом ко сну. По возможности пользуйтесь инструментами summary для того, чтобы получить только самую суть из статьи или видеоролика, минуя огромные литры воды, которые и так любят выдавать современные контент-мейкеры. Ну и, конечно, не пропускайте непонятную информацию мимо ушей. Встретили незнакомый термин? Тут же загуглите. И не поленитесь занести себе куда-нибудь в заметке на телефоне или в блокнот. Краткие записи позволят структурировать в своей голове изученный материал и всегда иметь возможность вернуться к нему в будущем в случае надобности. Эдакий собственный конфлюенс на минималках. Мои друзья частенько смеются из-за того, что я сохраняю буквально всё, что так или иначе связано с моей профессиональной деятельностью. Дескать, ну вот зачем? Ты уже сто пятьсот лет там не работаешь, а до сих пор хранишь шаблоны визиток и блокнотик с паспортами. Но когда вдруг требуется найти какой-нибудь очень важный документ, который когда-то делали, или вспомнить пароль от сервера с моего предыдущего места работы, на которое по стечению обстоятельств устроился мой друг или знакомый этого друга, то тут, знаете ли, мне нет равных. Я просто делаю пару кликов и нахожу соответствующую информацию в своих закромах. Данный лайфхак не раз позволял мне выстраивать хорошие отношения как с коллегами с айтишниками, так и с руководством. Руководители, к слову, очень радуются, когда компьютерщики, бывшие и нынешние ладят и делятся друг с другом инфой. Так процессы работают без сбоев и у молодежи меньше шансов где-либо затупить и что-то ненароком сломать. Хотя, тем не менее, умудряются. Поэтому следующий совет, который поможет вам начать карьеру в кипербезопасности – изучите основы айти. Под этим я подразумеваю получение представления о компьютерном оборудовании, программном обеспечении, операционных системах, ну и, конечно, сетях. Для этого рекомендую использовать сертифицированные курсы Cisco IT Essentials и знаменитую во всем мире программу Cisco CCNA. В них информация систематизирована наиболее понятным для начинающих образом. Изучив сетевое оборудование, модель OSI, TCP IP, разобравшись с такими понятиями, как сабнейтинг и сегментирование, вы уже получите фундаментальную базу, с которой уже значительно легче двигаться дальше. Глубокое погружение в компьютерные сети – это тот этап, который непременно нужно пройти всем, кто хочет так или иначе добиться успеха в кипербезопасности и не буксовать на более продвинутых стадиях. Например, в момент, когда вы дорастете до потребностей в автоматизации определенных задач. Изучите основы компьютерного программирования и скриптинга. Для этого просто выберите какой-нибудь популярный язык а-ля Python и двигайтесь постепенно, начиная с АЗОВ. После того, как должная база будет усвоена, переходите на языки для сценариев – PowerShell, Bash и Go. Ведь именно скриптинг позволяет нам реализовывать сценарии для автоматизации процессов, которые напрямую связаны с безопасностью. Постигнув эту науку, вы запросто сможете автоматизировать определенный рабочий процесс. Скриптинг – это суперважный хардскил, важность которого в области кипербеза переоценить невозможно. Ведь изучив даже самую малость, вы уже сможете писать небольшие скрипты, значительно облегчающие рутинные задачи и адаптировать под свои нужды скрипты с разных форумов. И не обращайте внимания на то, что вас будут дразнить обидным словосочетанием скрипт-киди. Это нормальная реакция старожил подобных мест обитания на неофитов и естественная часть вашего развития в кипербезе. Да и к тому же немаловажно. Важнее нее, пожалуй, только знание основ операционных систем. Навигация по командной строке в Linux и Windows – это прям база, которую необходимо изучить как можно скорее. Самые популярные команды, архитектура операционных систем, пространство пользователей, системные вызовы – это лишь то немногое, что вам предстоит изучить для того, чтобы не отвлекаясь двигаться дальше. Как известно, Linux является значительным компонентом в бэкэнд-инфраструктуре, которая обеспечивает работу глобальной сети интернет. И 99% мировых серверов работают именно под управлением данной ОС. Изучив основы архитектуры Linux и как она отличается от традиционной Windows-среды, вы сможете очень быстро продвинуться по карьерной лестнице практически в любой айтишной и около айтишной компании. Более подробно про Linux и все, что с ним связано именно с точки зрения взломов и безопасности, можете прочитать в моей новой книге «Операционные системы Linux для хакеров». Ссылочка будет прямо в описании под этим видосом. Ну а когда окно терминала перестанет вызывать у вас тошнотворное чувство и вы свыкнетесь с работой без оболочек, самое время перейти к изучению практических инструментов для защиты и для нападения. Начните с изучения основ аппаратного обеспечения безопасности, ну а затем переходите на программные вещи, такие как сканеры уязвимостей, фаерволлы, IDS, IPS и другие истории, неизменно заканчивающиеся на S. Мы ж дофига безопасники, security – наше все. А учитывая, что безопасники современные, нельзя обходить стороной виртуализацию и облачные решения. Веб-сервисы от Amazon, Azure от Microsoft и Google Cloud Platform давно являются де-факто стандартом для мировой IT-отрасли. Работая с упомянутыми решениями, вы поймете, что из себя представляет облако и как оно взаимодействует с локальными ресурсами. Наши отечественные решения в этом плане тоже ничего такие, но раз уж за рекламу денег никто не занес, то пиарить никого лишний раз мы не будем. А то опять напишите, что ролик продажный, а Amazon и Microsoft вряд ли стали бы мне заносить денежки за ролик на тысячу просмотров. В виртуальной песочнице можно развернуть ловушку, поднять полноценный стенд для пентестинга и организовать одновременную работу в изолированной среде для целой команды, так что рекомендую. Но не одними лишь хардскилами ограничивается мир безопасников. Не менее важно уметь их правильно применять для того, чтобы эффективно двигаться вверх по карьерной лестнице. Первым делом разработайте план и придерживайтесь его, последовательно проходя шаг за шагом. Намеет ли прочитать книгу? Прочли, сделали конспект поизученному. Нацелились на сертификат? Прошли курс? Получили заветную корочку? Не распыляйтесь на все на свете. Информации, приложений, векторов направления развития всегда будет значительно больше, чем ваших возможностей. Поэтому очень важно наметить четкий родмап и строго двигаться по нему. Даже если он будет не идеален, это все равно лучше, чем хвататься за все на свете. Так вы очень быстро перегорите и вообще не захотите двигаться дальше. А наша задача не просто двигаться, а двигаться постоянно и в идеале в правильном направлении. То есть в направлении реальной работы, где перед вами будут ставить действительно сложные и амбициозные цели, которые позволят раскрыть ваш внутренний потенциал и стать в итоге полноценной частью киперсообщества. И да, в кипербезе, как и в любом другом айтишном комьюнити, есть соревновательный дух. Поэтому лучший подход – это подход, основанный на реальных проектах и практическом обучении. Участвуйте в любых CTF, до которых только сможете дотянуться, создавайте собственный стенд для пентестинга и не пренебрегайте общедоступными виртуальными лабораториями. Чем больше подобных историй будет в вашем портфолио, тем проще вам будет войти в мир кипербеза. Только человек со скиллами будет чувствовать себя максимально уверенно на собеседовании. Теоретик же сядет в лужу на втором-третьем кейсе, который ему предоставят для решения действующие специалисты из сферы. Так что не падайте духом, набивайте шишки и не бойтесь реальной практики. Но не ждите, что будет легко. Сфера ИБ, она в принципе не для всех, это не изи вэй. Так что если хотите учиться и работать на чиле, то вам точно не в кипербез. Тут нужно реально пахать, пахать и еще раз пахать, словно проклятый. Ну а коль уж решились, то не вздумайте откладывать на потом. Со временем становится лишь сложнее. Технологии развиваются, вы стареете, мозг начинает хуже работать, если его не стимулировать постоянной учебой. Я и сам до сих пор ежедневно учусь и регулярно делюсь с вами наиболее полезными наработками. В основном, конечно, делаю это в своих курсах и книгах. Так, в уже упомянутой сегодня книге «Операционные системы Linux для хакеров» я изложил наиболее значимые и работоспособные заметки по взлому и закреплению в данной ОС. По-хорошему бы, конечно, снять из этого материала полноценную серию видеороликов, но YouTube что-то после замедления так фигово работает. Плюс мне канал еще два раза сносили. Короче, переходим пока на взаимодействие в книжном формате. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. И да, кстати, если YouTube в России совсем закроют, то мы с вами будем продолжать встречаться в Telegram паблике. Так что обязательно подпишись и стань полноценной частью IT-семьи. С уважением, Денчик.